Девушки отдыхают На борту нашего самого лучшего во всем пароходстве корабля, кто там ходит? Это кто там ходит? Вы что, слепые? Не видите краска свежая? Босман говорит, уважаемые пассажиры, наш корабль, наш капитан только что из ремонта. Поэтому прошу вести себя очень осторожно, ничего с вами гадкими руками не трогать. Корабль у нас старый, и если мы начнем тонуть, а это я вам обещаю, то мы все нахрен потонем. Судовой кок, говорите. Уважаемые пассажиры, сегодня на завтрак курица с рисом, хлеб, масло, сыр, фрукты, джем, ветчина, печенье и кофе подаваться не буду, перебьетесь. Помощник капитана, где капитан? Слышь, капитан, давай помогу. Тебе одному столько не выпить. Уважаемые пассажиры, позвольте поздравить вас с удастым отлытием. Я говорю так громко, потому что нам снова удалось запустить дизель, а это значит, что не весь маршрут вам придется работать веслами. Штурман говорит, ну и что, если я никогда не плавал на кораблях, а всегда летал на самолетах, что с того, вот карта. Я в ней все прекрасно понимаю, я только не понимаю, почему-то карта Африки. Дирижер говорит, нас здесь двое, я и оркестр, нам обоим не заплатили, ни за мать, ни за июль, ни за июль, я уже не говорю за август. Если нам не заплатят за все эти месяцы, плюс страховку хотя бы за две последние катастрофы, мы за себя не отвечаем. Мы будем играть ровно столько, сколько нужно, чтобы оглохли все. Штурман говорит, эй, штурман, впереди по умели по курсу остров, или у меня опять глюк? Эй, механик, почему остров идет быстрее, чем мы? Эй, доктор, эти таблетки, которыми я закусил, это от головы или от перхотей? Боцман говорит, внимание, говорит и показывает Боцман. Уважаемые пассажиры, позвольте вам напомнить, что в случае возникновения аварийной ситуации на борту, прошу тех из вас, кто не умеет плавать, не мешать другим идти на дно сразу. А те, кто надеются на спасательный круг, предупреждаю, их у нас всего два, железный и нарисованный. Штурман говорит, так, судя по карте, река давно кончилась. Да, значит, мы идем вот по этой дороге, по железной. Да, значит, я не штурман, а машинист, и к тому же летчик. Итого, если мы сейчас сойдем с рельсов, значит, мы спикируем и утонем. Экскурсовой говорит, господа, господа, вы заскучали, я не дам вам скучать. Отгадайте загадку. Если бы вдова Рузвельта вышла замуж за Хрущева, какую бы она носила фамилию? Правильно, Куку Рузвельт. Дирижер говорит, все, приплыли, сейчас корабль в скалу врежется, оркестр, стоять по местам, играть до последнего, даю тему. Рэмбо белого мотылька, вот ты, амбо белого пуделька, капитан говорит, уважаемый пассажир, пардон, пассажиры, как, как я с рулем, пардон, так, как я с рулем. В смысле, со штурвалом, ничего не могу поделать, он сломался, в смысле, потерялся, то есть я не знаю, где он есть. Уважаемый пассажир, позвольте вам напомнить некоторые правила поведения за бортом. Во-первых, следует помнить, что норма потребления воды не должна превышать двух литров в секунду. Иначе происходит быстрое переуложнение организма и его опускание на дно с выпученными глазами. Во-вторых, господа, ниоткуда без добра, тех из вас, кто провержится на поверхности дольше всех, ждет награда, его последние пузыри будут показаны в передаче катастрофы недели. И тут капитан в колокол, как ударить головой моей, ой, звон ужасный, и корабль в скалу, как шарахнется, прямо носом моим треск страшный. Как я грохнулся, прямо с кровати на пол, она у него сока, проснулся, короче. Будильник звонил, голова трещит, 7 часов, на работу пора, о, 7 часов. Я думаю, да, плавать это хорошо, а не утонуть еще лучше. Слава Богу, что это все, столько во сне было.